привет если сейчас ты видишь на экране меня это означает первое у меня появилась очередная идея насчет видео либо второе мы и правду делаем что-то полезное для растений томата чтобы получить более больший урожай и лучшее качество и сегодня именно второе мы проводим первую обработку фуницидную растений по листу растение уже месяц растет на постоянном месте в теплице и до сих пор не было обработок сейчас сложились благоприятные условия для развития болезни высокий перепад температуры высокая влажность способствует развитию серой гнили и не дожидаясь данной болезни проводим профилактику мы уже прогрели бензоопрыскиватели заправили баки и начинаем обработку сейчас пошли в теплицу смотреть как мы это делаем в какой дозе каким опрыскивателем и сколько выливаем рабочего раствора на теплицу площадью 5 соток 27 марта ведем обработку обработку растений томата первая фуницидная обработка после высадки еще раз не было ни одной фуницидной обрабатываем нижнюю часть растения профилактика заболевания серой гнили используем препарат свич 20 грамм препарата на 10 литров воды в теплице в которой сейчас ведет обработка у нас 500 метров квадратных 5 соток рабочего раствора сюда израсходуем 25 литров то есть 50 грамм препарата свич обрабатываем почему обрабатываем нижнюю часть растения чтобы той зоне где наихудшее проветривание там все условия для заражения серой гнилью высокий перепад температуры и высокая влажность способствует развитию давайте посмотрим растения способствует развитию серой гнили то есть сложились все условия и для профилактики мы ведем обработку нижней части растения как раз мы сейчас удалили вот раз два три нижних листа для лучше для лучшего проветривания вот есть раны и для профилактики открытых ран на местах крепления листьев обрабатываем также еще попадает препарат на первую кисть так есть и не везде отстает цветок от плода зажимается вот здесь вот чашелистики остается бывает и он довольно похож на губку и впитывает себя задерживает влагу и опять же это служит хорошим местом для возникновения заболевания серая гниль стараемся чтобы препарат не попадал на точку роста так здесь верхней части растения довольно хорошее проветривание и точка роста она вот довольно молодая в растении то есть нижние листья они нижние листья они им уже два месяца вот как они есть а точка роста время свежего обновляется на новое и тут еще заболеваний нет и как раз тут цветет цветет вторая кисть которые нужно не мешать вести и чтобы они охотно садились шмели стараемся как можно меньше чтобы попадал препарат на на цветущую кисть сегодня у нас пасмурно солнце солнце вообще не выходило и температура на улице у нас плюс 6 теплицы плюс 17 то есть хорошие все условия для того чтобы проводить фуницидную обработку в теплице дошмели я говорил не говорил я мы их оставили вы теплицы выносить не нужно с данным препаратом они совместимы только необходимо их поставить их как лапан на в лед чтобы не было у них вылета во время обработки и завтра когда уже усядется весь препарат наверное растение и выйдут угарный газ вот опрыскивателя откроем чтобы они дальше работали и опыляли вторую и третью кисть кисти наши 1 2 то находимся в теплице где растет томат томат бастина я думаю что данное видео тебе будет полезно и если тебе понравился этот видеоролик поставь палец вверх и поделись с друзьями если именно ты так сделаешь что тебе будет плюс 10 карме и хороших тебе урожаев